Здравствуйте, дорогие зрители! Я рад снова приветствовать вас в нашей студии. И сегодня, для того, чтобы обсудить языковую картину мира и то, как язык формирует наше мировоззрение, я пригласил в эту студию кандидата филологических наук, доцента кафедры арабистики, исламоведения и афразиатских исследований Субича Виталия Глебовича. Здравствуйте, Виталий Глебович! Рад вас приветствовать в нашей студии. Я вас тоже. Спасибо, что пригласили. Ну, программа «Сковородка» развивается, и не будет секретом, я думаю, сказать, что вас предложили ваши студенты в качестве гостя. Говорят, Виталий Глебович очень хотел видеть передачу. Очень интересно будет послушать его не только на лекциях, но и за рамками лекций. Виталий Глебович Субич. Окончил факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического университета. Владеет английским, японским и немецким языками. Кандидат филологических наук. Тема диссертации, функциональный анализ, лексика семантического аспекта, количественности в английском, японском и русском языках. Что мы сегодня будем готовить с вами? Видимо, будем готовить то, что не только вкусно, но и полезно, а еще и быстро. Из студенческой жизни вспоминается много разных событий, и вот одно из них как раз связано с тем, что на старших курсах, когда около факультета, где я обучался, открылся ларек под названием шаурма. Тогда, конечно, никто об этом еще не знал, что такое шаурма. Но вот когда попробовали, естественно, это понравилось. Стали ходить туда ежедневно. Ну, видимо, качество все-таки шаурмы, по крайней мере, сначала было не очень высоким. И в результате, конечно, сложилось, наверное, стойкое желание когда-то сделать так, или, по крайней мере, попробовать сделать так, чтобы вот... Она стала качественной. Да, чтобы люди с такой проблемой не сталкивались, ввиду, в первую очередь, качества, конечно. И сегодня вот мы постараемся эту проблему исправить, гештальт закрыть. Но перед тем, как мы перейдем к приготовлению шаурмы, мы еще с вами сделаем запеченную картошечку. Отлично. Давайте тогда перейдем сразу к ней, не будем останавливаться. Хорошо, давайте, давайте. Порежем ее на четвертиночки. Виталий Глебович, почему вы пришли именно к изучению языка, языковой картины мира? С языком я связан уже давно. Без языка, не знаю, к сожалению или к счастью, обойтись невозможно в современном обществе. Да и вообще невозможно. И вот этот вот, так сказать, процесс передачи смысла, что ли, да, с одного языка на другой, процесс самовыражения с помощью языка, он всегда интересовал меня. И в итоге я стал заниматься, как-то так сложилось, да, я стал заниматься языком достаточно плотно. В конце, будем говорить, моего обучения в школе, потом было обучение в университете. Давайте смажем маслом, да, возьмем перец. К тому времени стало появляться достаточно много интересных возможностей. Конечно, понятно, что это не сравнится с тем, что сейчас. Вот те возможности казались совсем какими-то запредельными. Например, восточные языки стали появляться. И вот это был такой первый серьезный опыт сравнения языков западных, к которым мы все привыкли в определенной степени, с восточными, о которых мы, естественно, ничего не знали. И в итоге я поступил на так называемое англо-восточное отделение. Как такового востоковедения тогда еще не было. И вот я попал в группу с японским языком, то есть у меня были английский и японский языки. Были, конечно, другие языки, но основные были такие, да. И вот с тех пор все закрутилось, а профессионально я работаю с языком где-то 20 лет уже. Мы очень много говорим и часто о том, что на каком языке человек говорит, да, как он обозначает вещи, предметы, явления, события. В общем, так он и думает, да. Такую позицию он придерживается. Так формируется его картина мира. Почему все-таки язык так тесно переплетен с мировосприятием человека? Для начала все-таки язык – это тип мышления, да. То есть это не просто мировосприятие, но и определенный тип мышления. Конечно, мышление, понятно, что это очень комплексное явление, да. Но с одним типом мышления язык-то уж точно связан. Мы его называем абстрактным. То есть без языка невозможно сформулировать ни одну мысль, потому что мысль – это некоторая абстракция. То есть мы всегда над какими-то особенностями окружающей нас в действительности возносимся, да, формируем абстракции. Вот, например, стол-абстракция, да, вот картофель-абстракция, кухня-абстракция и прочее. И благодаря этим абстракциям мы общаемся, мы выражаем свои мысли. То есть без языка выражение мысли просто невозможно. Ну и понятно, что если мы будем говорить, что, например, у разных народов разное мышление, то это все-таки не совсем так. Мышление абстрактно, логическое, в той или иной степени развито у всех, да. Но вот формы этого языкового мышления, конечно, различаются от языка к языку. Я предлагаю на этой точке поставить, поставить нашу замечательную картошечку в духовку. Давайте, давайте. Картофель в духовке. Картофель очистили, нарезали на четвертинки, сбрызнули растительным маслом, посыпали специями, измельченным укропом и хорошенько перемешали. Подготовленный картофель переложили в форму для запекания и отправили в духовку на 30 минут. Наша замечательная картошка ушла на 20 минут в духовку, а мы переходим к приготовлению шаурмы. Я тогда перехожу за плиту, беру курицу, а вам оставляю овощи. Отлично. Виталий Глебович, вот мы вплотную подошли к такой интересной теме, как разность мировоззрения. Да. Все-таки восточные языки или, скажем, арабский язык сильно отличаются от языков индоевропейской группы. Да, вот семьи, семьи. Ага, совершенно верно. Насколько, исходя из этого, отличается и мировоззрение арабов, восточных народов и западных народов? Есть ли вот это отличие? Ну вот я, например, откуда-то знаю, что у азиатских народов, например, нет понятия личности. Так ли это развить еще? Мои сомнения. Там вот именно коллективная идентичность занимает главенствующее место, нежели как в западных цивилизациях личность, индивидуализм. Да. Понимаете, с такими выводами нужно быть очень аккуратными. Понимаю. Потому что, ну, наверное, существует достаточно большое количество исследований, где делаются выводы вот относительно, например, мышления народа. потому что где-то кто-то увидел какую-то форму грамматическую, например, да, или ее отсутствие. И если мы видим такую форму, ну, например, отсутствие числа, скажем, вот, возможно, это вы имели в виду, в каких-то языках, в китайском, например, в японском языке, да, отсутствует число, и в результате можно сделать вывод о том, что этого числа нет. Но личности нет, вот как вы говорите, да, то есть личность-то куда-то исчезает, есть множественность, да, то есть фактически я и мы становятся тождественными понятиями, да. Вот такая особенность. В принципе, нельзя сказать, что в большом количестве языков проявляется вот это вот отождествление единичности и множественности, да. Ну, в китайском, японском языках, например, конечно, такое присутствует. Это нормально. Теперь, что касается отличия между, как вы говорите, западными и восточными языками. Мы можем сказать, что ряд так называемых восточных языков – это языки, ну, немножко с другой системой письменности, да, как мы знаем. Идеографическое письмо, так мы знаем. Да, вот идеографическое письмо, да, совершенно верно. Идеографическое письмо, китайское, то есть письмо, арабская письменность, да, это всё-таки немножко другие виды. И мы можем сказать, что письменность эта осуществляется справа налево, да, что известно. Так сказать, западная письменность – это всё-таки письменность слева направо. Вот в этом плане можно что-то вытащить из этой информации, да. То есть мы можем, например, сказать, если мы пишем справа налево, то, может быть, задействуются немножко другие отделы мозга. Что в результате происходит, опять же, мы не можем знать точно, мы не можем сказать точно, но, наверное, да, мышление в чём-то отличается. Виталий Глебович, вы уже сказали о том, что язык – это тип мышления. И здесь сразу возникает вопрос. Это один из типов мышления? То есть могут быть и другие? Совершенно верно. Вот как я сказал, это всё-таки абстрактно-логическое мышление. Ну, абстрактное мышление. Могут быть другие. Есть у нас наглядно-действенные. Вот, например, вы сейчас не думаете о том, что вы делаете, вы взяли, перевернули курицу. Это называется наглядно-действенное мышление. Помимо этого есть, ну, например, образное мышление. В том-то и дело, что если говорить про язык с научных позиций, то есть со строго научных позиций, то получается, что так или иначе мы все формы мышления задействуем. В первую очередь, конечно, абстрактно-логическое, но здесь мы не можем обойтись без других. Для этого в языке есть специальные понятия, да, мы используем концепты. То есть, например, скажем, курица или помидоры – это не просто слово, это некий концепт, и мы ассоциируем с ним целый комплекс ощущений, ассоциаций, образов, да, и вот так мы пользуемся этими словами. То есть слово – это не совсем правильное понятие, это скорее вот некий концепт. Какой период вообще истории человечества, если можно так сказать, люди задумывались об изучении языка именно с позиции мировоззрения, именно вот с позиции, что язык, ну, он формирует человека. Или такое представление было всегда? Нет, конечно, нет. Долгое время представление было достаточно простое. На язык смотрели как на часть каких-то более общих жизненных установок, например, логики. Да, и вот в основном такой логический подход существовал до аж 19 века. И только в 19 веке был такой лингвист Вильгельфон Губль, и он заявил о том, что язык – это все-таки дух народа, то есть некая психология, как бы мы сейчас сказали, менталитет. Вот это вот понимание языка как менталитет, как духа народа, психологическое, то есть понимание языка, легло в основу в том числе и современных взглядов на язык, то есть взглядов, так сказать, 20-21 веков. А вот этот вот так называемый когнитивный подход – это уже совсем новый подход 20 века, да, когда язык понимается как связующий элемент между словами, если совсем просто, да, и мышлением, сознанием человека. То есть современная лингвистика образовалась фактически в 19 веке, да, используя вот этот психологический подход, естественно, опираясь на логические воззрения какие-то, но благодаря вот этой современной науке когнитивной всё это выстроилось в некую систему, да, и вот результатом, например, этой системы является такое понятие, как концепт, о котором вот мы с вами тоже сказали. Когда мы с вами разговариваем обычно, да, мы не задумываемся ведь о том, что произносят. То есть мы говорим, и наша речь, она такая уже отработанная, уже поставленная, мы не думаем, как нам правильно слезать слова, вот в предложениях, да, чаще всего речь идёт плавно, текуче, да. Вот как мы приходим к этому? Как мы приходим к тому, что наша речь становится автоматической? Существуют центры в нашем мозге, которые отвечают за так называемую интуицию, да, за воображение, и центры эти фактически начинают работать скоординированно во взаимодействии таком своеобразном, да, количество нейронов у нас увеличивается, и поэтому рано или поздно всё, что мы с вами делаем, там, не знаю, готовим еду или говорим на языке, или там вышиваем, становится просто автоматическим. Это нормальный процесс для формирования навыка. Просто по-другому наше мышление не работает. То есть язык, с другой стороны, это ещё и навык, инструмент, и правильное его использование. Язык – это только навык. Есть знания о языке, это всё-таки одно. Но когда вы используете язык, как вот мы с вами в настоящий момент, вот представьте себе, мы бы с вами использовали, например, иностранный язык для общения. Мало того, что вся наша оперативная память, ну, или там, большая её часть тратится на приготовление еды, так ещё и нужно думать, как сказать на иностранном языке об этом. Естественно, такого количества нейронных связей, автоматических соединений между этими нейронами у нас пока нет. Поэтому на иностранном языке это сделать гораздо труднее. А на своём родном языке навык сформирован, и вот именно то, что мы называем навыком, помогает нам говорить. То есть знание о языке – это хорошо, конечно. Но вторично. Ну, действительно, это очень-очень вторично. Виталий Глебович, в таком случае, как в разных языках выражаются те или иные мысли? Вопрос хороший, и ответить на него мы можем, хотя действительно, может быть, как-то он и выглядит немножко общим и очень сложным. Но есть определённые критерии, по которым мы всё-таки языки сравниваем, для того, чтобы понять, как вот эти мысли выражаются. Есть порядка пяти критериев. То есть есть фонетические критерии, как языки выражают те или иные мысли с помощью звуков, звуковой формы. Критерии морфологические, с помощью каких-то морфологических средств, корни, аффиксы, например, соединения между ними, с помощью семантического критерия, то есть как выражаются те или иные понятия, вот эти концепты, с помощью каких средств. Потом, конечно, синтаксический критерий. И критерий такой лексический, да, какие существуют слова именно для выражения тех или иных мыслей. Когда мы говорим, например, про фонетический критерий, скажем, существуют языки с предельно малым количеством звуков. Есть, например, такой язык Ротокас, да, это язык Австралии и Океане. Там 10-11 звуков фонетисты выделяют. Вот, то есть предельно малое количество вот этого звукового инвентаря. То есть практически, казалось бы, ничего не скажешь. Звуков-то мало, тем не менее, вот язык существует. Если мы говорим про какой-то, допустим, семантический критерий, есть тоже основные параметры семантические, по которым мы языки оцениваем. Например, пространство, время, количество, отношение к действительности, модальность, да. И вот если мы говорим, скажем, про время, мы понимаем, что есть прошедшее, настоящее и будущее, да. Ну, по крайней мере, мы так это видим. Но, например, в языке хопи, североамериканских индейцев, время отсутствует как таковое. То есть в языке оно не показано. Для того, чтобы показать, что это будущее время, индейец хопи просто вытягивает вперёд безымянный палец правой руки, указательный палец правой руки, и тем самым мы понимаем, что это будущее время. А если он показывает большим пальцем правой руки назад, это прошедшее время, прошлое время. Вот таких вариаций существует огромное количество. Например, есть в языках, в некоторых языках прошедшее, а есть предпрошедшее время. Есть формы, которые указывают на время, связанное с настоящим, будущее связанное с настоящим. А есть языки, где будущее, далёкое будущее показывается. Мы уже всё подготовили. Осталось нарезать, переложить наши замечательные овощи и приступать уже к формированию каркаса, скажем так, шаурмы. Хорошо. Виталий Глебович, нам вот очень интересно было бы обсудить, я думаю, как связаны условия жизни народа и формирования языка. Есть ли какая-то здесь взаимосвязь? Конечно, взаимосвязь есть. Опять же, если начинать, например, со слов, которые появляются в языке, начнём давайте со слов всё-таки. Вот была такая теория лингвистической относительности Сепира-Уорфа, и Сепир, собственно, автор этой гипотезы теории, утверждал, что если какой-то народ живёт, ну, например, на берегу моря, то количество слов, обозначающих воду в море, будет предельно большим. Точно так же, как, например, если эскимосы живут в снежной местности и сталкиваются постоянно с разными, так сказать, видами снега, у них будет огромное количество слов, связанных именно со снегом. То же самое можно сказать про пустыню. Может быть, порядка 100-200 слов в языке, которые обозначают разные виды песка, так сказать, его модификации. При этом самого слова «песок» может вообще не быть. Или слова «вода» в отдельных языках. И также, например, существуют звуки. Допустим, в горной местности существуют, естественно, искажения звуковые. То есть если вы что-то кричите кому-то в горах, ветер может настолько отнести этот звук, что просто будет непонятно, о чём люди говорят. И поэтому в кавказских языках есть так называемые абруктивные звуки. То есть вот эти вот резкие, например, цх, 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 да, резко на стыке, они должны произноситься так, чтобы каждый был слышен. Поэтому возникает, например, звук цх. Точно так же, например, в афразиатских языках, языки, которые являются, собственно, языками пустыни, возникают звуки, которые произносятся именно гортанью, чтобы вот эти неблагоприятные условия жизни не оказывали воздействия на человека во время разговора его. Так возникают гортанные звуки, например, в арабском языке. Скажем, вот это вот. И если мы говорим, например, про языки, скажем, в Южной Африке, там есть такие кайсанские языки. Кайсанские языки – это языки щелкающие. То есть там есть звуки кликсы, они называются, да, то есть прям идет бушмен по пустыне и цокает. Это звук на самом деле. Причем звук может быть прямой, может быть боковой, да, и вот таких звуков 100, порядка 100 звуков, представляете, да? То есть, опять же, вытекает это, логично вытекает, из-за необходимости быть понятым. И более того, еще про один язык скажу. Есть такой промежуточный язык, распространенный на Канарских островах. Сейчас, правда, про него, естественно, стали забывать, но он внесен в список каталог ЮНЕСКО. Этот язык называется Сильба или Сильба Гомера, полное название. Это язык, состоящий из свистящих звуков. Опять же, для того, чтобы люди в холмистой ветреной местности друг друга понимали. Итак, мы все подготовили. Осталось смешать соусы и начать уже запаковывать наши маленькие замечательные конвертики, да, шаурмичные. Виталий Глебович, на каком, в каком состоянии сейчас находится изучение языка, да, языка с разных его аспектов, скажем так, вот какие современные исследования по этой теме появлялись? Ну вот, все-таки, современные исследования языка – это исследования когнитивные, в первую очередь. Конечно, мы языки сравниваем, безусловно, но сравниваем их на когнитивной базе, на когнитивной основе. То есть мы предполагаем, что языки – это все-таки, вот как мы с вами до этого говорили, выразители какого-то мышления. Нам с вами нужно вскрыть это мышление, показать его наиболее объективно, то есть доказать, что да, вот это присутствует в мышлении с помощью языка. Собственно, вот и на нашей кафедре мы этим занимаемся, то есть это некие сопоставительные исследования, контрастивные исследования языков, причем, как правило, с разной структурой, то есть, например, берется арабский, скажем, и японский, да, или берется, например, какой-то европейский язык, допустим, там, немецкий или французский, допустим, испанский, и сравнивается он с каким-нибудь, не знаю, африканским, нигероконголецким, например, языком суахили, да, и выявляются вот основные особенности мышления. Предлагаю начать запаспробовать. Хорошо, давайте попробуем. Для того, чтобы наша шавурма была вкусной, сытной, нам нужно сначала нанести, да, нанести слой соуса, надо обильно-обильно. Соус, причем у нас с майонезом и кетчупом, да? Да, китчунес, как в сериале «Универ» популярном. Точно. Кузя, Виталий Гагунский, актер, да? Хорошо. Виталий Глебович, вот тут действительно такой интересный вопрос возникает, а насколько необходимо людям, обычным, далеким от мира науки, скажем так, лингвистики, зачем им понимать вот эти связи между языками, необходимость изучения, и изучение языков, да, это один аспект, и второй аспект изучения знаний о языке, да, вот то, что мы разделяли язык и знание языке. Зачем это может быть необходимо обычным, далеким от лингвистики людям? Как мы сказали, язык – это все-таки навык, а навык – это определенные дополнительные нейронные связи, да? Давайте вот такие возьму. Определенные нейронные связи. И вот эти нейронные связи, мозг-то один, голова-то одна, эти нейронные связи настолько от изучения языка и его применения помогают нам в других областях жизни и жизнедеятельности, что, ну, наверное, трудно после этого не сказать, что я рекомендую изучать иностранные языки всем. Кстати, поэтому иностранные языки рекомендуют изучать пожилым людям, например. Ну, понятно, что это, опять же, преувеличение некое, да? Не нужно. Я слышал, что он там от Альцгеймера помогает. Да-да-да. Ну, я уже, в принципе, готов, да? Давайте попробуем первую ласточку. О, да, так вот. Я только вчера подумал о том, что хорошо живется людям, изготавливающим шаурму, да? Очень легко, быстро. Ну, не тут-то было, не тут-то было. Конечно, видите, определенный навык, но... Да-да, который тоже надо воспитать. Совершенно верно. И как только вы сможете сделать шаурму автоматически, это значит, нейроны для этого появились в нашем мозгу, и при этом, конечно, они будут автоматически использоваться в результате каких-то других видов нашей деятельности, да? То есть это будет влиять на всю нашу жизнь, точно так же, как и язык. Мы с успехом, да, завернули без потерь нашу замечательную шаурму. Теперь осталось ее с двух сторон обжарить, да, подрумянить немножечко. И будем переходить к дегустации. Шаурма классическая. Половинки куриной грудки приправили специями и обжарили с двух сторон на сковороде на растительном масле. Затем дали грудке остыть и нарезали ее на небольшие ломтики. Капусту мелко нашинковали, помидоры и огурец нарезали в произвольной форме. Из майонеза и кетчупа приготовили соус. Лаваш расстелили на столе и центр щедро смазали соусом. Далее распределили капусту, помидор, огурец и куриную грудку. Сверху снова немного добавили соус. Шаурму завернули конвертиком и отправили на несколько минут на чистую сухую сковородку подрумяниться с обеих сторон. Ну что, мы практически готовы дегустировать. Вот такая вот золотистая корочка у нас замечательная, вытекающий соус, все очень вкусно, манит, манит. Подрумянившаяся картошечка с укропом. Такое вот смешение культур на самом деле. Что-то из русской культуры, из восточной культуры немножко. Но прежде чем перейти к дегустации, я бы хотел вас спросить. Есть ли на кафедре арабистики магистратура и чем занимаются магистранты? Что они изучают? На кафедре арабистики есть все. Как в Греции. Точно, точно, да. Именно. Магистратура есть. Причем магистратура касается не только изучения языка, но и такое направление, например, как исламоведие. То есть религиоведие, пожалуйста. То есть возможностей, конечно, большое-большое количество. Поэтому, естественно, всех могу, пользуясь случаем, пригласить на кафедру в разных формах обучения. Думаю, потом будет, что вспомнить. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. Я предлагаю переходить к дегустации. Ну, давайте сначала попробуем шаурму. Давайте попробуем. Попробуем попробовать. Ну, что могу сказать? Это лучше, чем то, что я ел, когда был студентом. Студенческие годы, да? Здорово. Ну, конечно, мы с вами так, с овощами немножко переборщили. У нас такая больше вегетарианская шаурма получилась. Лучше переборщить с овощами. Это правда. Да. Чем с чем-то другим. Сегодня у нас все блюда удались, все замечательно, все прекрасно, хотя мы очень волновались, ну, скрыли, скрыли максимально это волгиния, волновались приготовлением шаурмы, все-таки не просто нарезать, да, но еще и умело-умело все это совместить, сложить. Спасибо большое, Виталий Глебович. Спасибо вам. Спасибо, что пришли к нам в студию за это замечательное блюдо и за этот разговор. Спасибо большое. А мы будем и дальше приглашать специалистов в самых разных областях философов, востоковедов, историков, социологов и обсуждать с ними самые разные аспекты научного знания. До скорых встреч, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»